здравствуйте друзья и на улице осень большинство цветоводов занимаются переделкой пересадкой в своих цветниках многие заказывают растения либо готовятся их заказать делают предзаказы на весну либо планируют какие-то посадки на весенний период но не всегда люди знают и понимают как выглядят растения в живую именно поэтому я решила сегодня сделать видео о сорта гейхер которые растут у меня в саду к сожалению не все сорта я знаю но сегодня только о тех которые мне известны это самый яркий сорт моем саду и это гейхера называется пожарная охрана или пожарная сигнализация первую половину лета он у меня растет на солнце во второй половине лета его прикрывают близ растущие растения здесь меня росла еще нас турция которая его прикрывала так как если он находится большую часть дня на прямом солнце этот сорт подгорает хотя заявлено что это солнцестойкий сорт молодая листва очень ярко яркого красного цвета стареющие листва приобретают немножко оливковый оттенок молодая алая листва меняет цвет в зависимости от погоды и освещения ярко-красный темнеют до бордово-красного в течение лета у нее сложный оттенок красного цвета который впишется в любую цветовую палитру прошлом сезоне я ее сюда пересадила кустик после пересадки плохо нарастает кочка небольшая этому сорту предпочтительнее получили или рассеянная тень в течение всего дня листик у него плотный блестящий с таким отблеском лист большой довольно крупный кочка невысокая нарастать высоту наверное сантиметров 20 разрастается больше даже в ширину чем высоту в прошлом сезоне кустик был намного красивее пышнее и больше до пересадки не понравилась ему пересадка на это место лучше все-таки его высаживать в ажурную тень либо в полу тень это гехера сорта пожарная сигнализация или fire alarm имеет две награды серебряную медаль 14 года на плантариум и первое место среди теневых гехер в штате агайо 2012 года еще один красный листный сорт гехера это гехера красный навсегда или forever red имеет более темный оттенок листа темнее намного чем пожарная сигнализация или пожарная охрана краснолистная гехера forever red обладает плотным глянцевым листом насыщенного красного цвета яркий окрас сохраняется весь сезон гехера селекции 2017 года цветет мелкими кремовыми цветами ее лист слегка учерявится и такое чувство что он покрыт шелком растет у меня уже три года на этом месте первый год росла немножечко правее и я ее пересадила в прошлом сезоне после пересадки чувствует себя не очень хорошо нарастает слабо до конца сезона она и половины кочки не нарастила от той которая была у нее в прошлом сезоне в общем делаю вывод что краснолистные гехеры пересадку не любят пока не разрослись вот эти растения здесь шалфей дубравный низкорослый и миленбергия она горела ей мешало солнце она горела нарастила совсем маленькую кочку лист к осени приобрела такой темный оттенок цвела еще есть цветоносы остатки уже цветоносы сорт forever red рекомендуется высаживать в ажурной тени кроме того гехера обладает хорошей морозоустойчивостью минус 35 градусов и в укрытии она не нуждается только окучивание эмульчирование можно присыпать опавшей листвой гехера такого сорта великолепно будет смотреться в групповых посадках со злаками баданами хорошо будет сочетаться с шалфеем невысокого роста а также сочетками она придаст любому цветнику праздничный вид гехера forever red а здесь у меня растет еще одна гехера которая может иметь яркий красный цвет листвы но высажена у меня в полу тени это ей конечно же не понравилось гехера не имеет насыщенности цвета и это сорт повелителя огня сейчас я покажу ее поближе и расскажу подробнее об этом сорте сорт повелитель огня считается среднерослым сортом вырастает в высоту до 25 сантиметров при этом ширина может составлять около 40 зависимости от времени года и от места посадки может менять оттенок своих листьев от ярко-малинового до насыщенно бордового цвета проявляет также в мраморную структуру на своем листе это гехера считается солнцестойкой и именно на солнце она проявит всю красоту своей яркой окраски может хорошо расти и в полу тени но при этом сорт не будет настолько ярким наращивает красивую плотную кочку лист у нее глянцевый и слегка волнистый по краю а здесь у меня групповая посадка из гехер это сорт галактика ее сложно не узнать карамель тоже очень узнаваемая гехера и гехера амарета очень красивая многоцветная гехера галактика растет второй год на этом месте всего лишь второй сезон нарастила вот такую хорошую кочку это гехера для полутени но неплохо себя чувствовать и на солнечных местах гехера гибрид которая обладает повышенной морозоустойчивостью до минус 34 градусов молодые листья ярко-красного цвета с розовыми пятнышками которые светлеют и выглядят очень эффектно светит бледно-розовыми колокольчиками кустик очень плотный наращивает хорошо свою массу высоту вырастает до 35 сантиметров столько же и в ширину кустик небольшой зато листья у нее крупные округлые считается растением для полу тени но идеально подойдет кружевная тень где она быстро нарастить листовую массу гехера карамель меняет свою окраску в зависимости от сезона и в зависимости от места посадки у гехеры карамель круглые листья напоминают мягкий велюр на одном растении могут находиться листья разной окраски зеленые желтые красноватые а в жаркую солнечную погоду они приобретают коричневый оттенок при посадке в очень затененном месте цвет ее листьев приближается к зеленому того чтобы она показала себя во всей красе лучше ее высадить в том месте где во второй половине дня будет затенение очень люблю этот сорт и их у меня в саду 4 кустика она небольшая высоту вырастают всего 12-15 сантиметров при том как в диаметре может достигать до 28 и по моему убеждению этот сорт сочетается со всеми сортами гейхер и дополнит собой любую композицию в моем саду растет несколько кочек этого красивого сорта невысокий кустик красивый из-за разреза листьев и цвета серо-зелено-фиолетовый с серебром отчетливо видно темные прожилки осенью становится кирпичного цвета не слишком яркий но очень красивый сорт еще месяц назад до проливных дождей и до похолодания эти две кочки имели совершенно одинакую окраску листьев на данный момент им попадает разное количество солнца и они имеют разную окраску сорт невысокие высоту достигает 25 сантиметров при ширине 40 сантиметров в одной из гейхер которая старше возрастом лист очень сильно измельчал просто ее уже пора делить этот очень красивый компактный плотный многоцветковый сорт среднего размера для солнечных и полутенистых участков это редкий серебристый сорт и его название блеск растет у меня в саду уже четвертый год нарастает хорошо быстро кустик большой плотный красивый цветет на протяжении всего лета я весной этого года его рассадила вдоль этой дорожки поделился вкус на 10 частей все принялись все деленочки все череночки принялись сорт довольно неприхотливая растет как на солнце так и в полутени но при посадке на солнечном месте может проявлять легкий розовато-фиолетовый оттенок окраску своих листьев меняет в зависимости от сезона и молодая листва у него нарастает красивого сиреневого цвета старая листва становится вот такого си серо-серебристого лист гладкий основным цветом этого сорта является серебристый с контрастной черной прожилкой цвет растения кардинально не меняет ну разве что молодая листва по весне выходит красивого пурпурно-малинового цвета с обратной стороны вот такого пурпурного цвета цветет на протяжении всего лета красивыми розовыми колокольчиками на высоких цветоносах наращивает очень красивую плотную большую кучку высоту вырастает этот сорт до 25 сантиметров с цветоносами всех 40 ширина этого растения составляет 35 сантиметров листья с возрастом у него тоже разрастаются и становятся большого размера здесь в этом месте растет у меня вот такая красивая гехерела тоже не гехера это гехерела ее название сливочный ром растет у меня саду уже два года две недели назад принесла ее сюда с другого места она имела насыщенно кофейный цвет в этом месте почему-то ее листва приобрела в такой оливковый цвет и по центру темные вот такие вот вкрапления пятна появились молодая листва кофейно-розового цвета конечно причиной того что гехерела потеряла яркость окраски стала плохая погода все две недели которые она растет здесь шли продолжительные ливневые дожди солнца она не видела совсем и поэтому яркость ее окраски ушла сейчас большинство листьев темно оливкового цвета с еще более темными практически черными крапинами по центру листа и только молодые листики имеют красивый карамельно-оранжевый цвет вот этот сорт кости не должен приобретать такую темно-красную темно такую вишневую окраску но я думаю это еще зависит от освещения и от погоды посмотрим ее красивые резные листья формируют плотную розетку среднего размера при ширине 30 сантиметров высота всего лишь 20 с цветоносами 35 цветет этот сорт белыми изящными колокольчиками осенью она приобретает блеск и красно-бордовый оттенок этот сорт гехерела рекомендуется высаживать либо на солнце а это гехерела с названием сладкий чай сорт это гехерелы sweet tea считается неприхотливым сортом и устойчивым к заболеваниям вырастает в высоту до 40 сантиметров и в ширину до 60 у меня разрастается слабо растет на моей клумбе с прошлого года вырос небольшой кустик примерно сантиметров 20 в диаметре листья очень интересной формы похожи на клен пушистенькие они меняют расцветку в течение времени весной это светло-светло коричневый лист к лету темнеют и насыщаются красными тонами а осенью слегка блекнут до желтого это гехерела цветет небольшими колокольчиками белого цвета по цвету она напоминает сорт карамель одна из самых нежных и уютных гейхер это еще одна очень красивая яркая гейхера которая способна проявить себя только в полутени а на солнце она горит это гибрид гейхеры которая вырастает небольшого размера в высоту всего лишь 15-25 сантиметров при ширине 25-35 цветет небольшими белыми колокольчиками у меня этот сорт очень капризничает я ношу его с места на место дело в том что ему требуется ажурная такая рассеянная тень у меня такого места нет в тени он темнеет зеленеет на солнце он горит горит его листва обесцвечивается и мельчает лист если ему что-то не нравится мельчает лист возможно мое мнение будет не объективным но на мой взгляд все желтые сорта гейхер и гейхерел являются довольно капризными нужно тщательно подбирать место посадки это должна быть ажурная тень если на участке такой нет то лучше такие сорта я думаю не приобретать есть еще один подобный сорт к этому сейчас я покажу два две кочки и тоже ведут себя очень плохо измельчала лист и это еще одно подтверждение моих слов гейхеры очень капризны я например не знаю куда мне пересаживать теперь этот сорт здесь у меня растет один из самых любимых моих сортов и это сорт черри кола одно что нужно сделать это найти ему хорошее место для посадки я пересадила его в этом году буквально недавно освобождала место под свою гортензию ванила фраз и здесь мы маловато солнца после пересадки он позеленел и только молодая листва розово-красного цвета но даже это зеленая листва которая позеленела имеет интересный оттенок не такой как обычно мы привыкли видеть у наших гейхер необычный сорт цветет красивыми колокольчиками розово-лососевого оттенка и кстати листва даже вот этот розоватый красноватый оттенок он тоже не такой необычный кустик невысокий нарастает небольшой кочкой лист небольшой тоже маленький у него лист я должна сказать или к старый лист среднего размера молодой лист небольшой я уже разделила его на два куста и буду искать ему достойное место черри кола очень компактный сорт вырастают в высоту всего лишь 20 сантиметров при этом диаметре может разрастаться до 40 цветение начинается в июне месяце и вы удивитесь какой редкий окрас они имеют и для сравнения хочу показать как выглядит деленка от этого сорта и в зависимости от освещения она имеет совсем другой цвет другой оттенок листьев и и лист более насыщенного такого пурпурного оттенка а это самый неприхотливый и самый устойчивый сорт моей коллекции это рек слайм не теряет насыщенность цвета в тени не выгорает на солнце цветет белыми колокольчиками на высоких цветоносах это уже последнее цветение в этом году и они невысокого роста обычно колокольчики высоты высоту вырастают довольно высокие нарастают красивой пышной кочкой от дождей от ветров не разваливается очень устойчивый сорт не болеющий его не едят слизни в общем думаю подойдет для групповой посадки и смотрится эффектно в компании с другими сортами это гейхера относится к серии rex все гейхеры этой серии отличаются быстрым ростом продолжительным цветением и крупными размерами у рек слайм очень яркие пушистые листочки насыщенного ярко-салатового цвета листочки чуть курчавые формируют очень пышный крупный куст до 50 сантиметров высоту и в ширину нарастает быстро и выглядит роскошно как цветовой акцент основные цвета этого сорта зеленый лаймовый и желтый с полутени чем больше солнца тем более насыщенный и пронзительный лаймовый оттенок вот эти саженцы я рассадила в августе месяце посадила в суглинистый грунт не меняла для них грунт специально принялись все до единого растут в тени здесь им практически не попадает солнце может быть где-то проблески во второй половине дня при всем при этом посмотрите насколько насыщенный цвет листвы имеет один вот немножечко от непогоды скрутились старые листья а так ничего пошла молодая листва нарастать у всех есть прирост все живые и красивая это самый неприхотливый сорт rex lime здесь у меня растет очень красивый нарядный яркий сорт это сорт токио купила его из-за красивого цветения цветет насыщенными кроваво-красными цветами лист у него салатово-зеленый светлый зеленый лист среднего размера даже я бы сказала ближе к большому растет здесь только второй сезон кочку нарастил маленькую кочечка рыхлая пока черенки у листьев длинные но большую такую кочку хорошую плотно он не создает гейхера токио это необычный нарядный сорт основные цвета гейхеры это лаймово-зеленый цвет не изменяет прекрасно себя чувствует как в полу тени так и в тени а лучше всего подойдет пятнистая тень размеры взрослого куста при ширине 50 сантиметров имеет высоту 25 высота с цветоносами 40 сантиметров моя гейхера второго года жизни в моем саду и пока еще и и цветение я не видела здесь ему попадает восточное солнце в первой половине дня до часу дня чувствует от себя при этом солнце нормально вот таким стал лист это от плохой погоды от дождей это не выгорает он а в сорте этой гейхеры я не совсем уверена покупала ее как слива джорджии однако возникли у меня небольшие сомнения самой ранней весны цвет ее листьев яркого малинового цвета и стоит в таком цвете гейхера до середины лета после этого постепенно начинает темнеть приобретая фиолетовый цвет серым напылением лист у этой гейхеры покрывают сетка из темных прожилок кучка среднего размера в высоту сантиметров 20 такая же в ширину нарастают быстро кучечка плотная хорошо растет на восточном солнце рядом с сортом слива джорджии растет сорт ягодной смузи красивый яркий сорт основные цвета у него это ярко-розовый с контрастными прожилками течение года меняет цвет от яркого розового а после становится пурпурным и в конце сезона приобретает металлический отлив этот сорт летом я разделила на три части и рассадила здесь в этом месте потому что он уже возвысился над уровнем почвы его стволик оголился тем более он горел растет саду три года за три года два года чувствовал себя нормально роз миксбордере на горке в том моем миксбордере чувствовал себя хорошо на солнечном месте а в этом году начал подгорать начала гореть его листва и я его перенесла на это место в полутень ягодные смузи гейхера для тени и полутени но конечно лучше всего себя будет чувствовать в ажурной тени как и большинство гейхер ягодные смузи наращивать невысокую кочку почка небольшая небольших размеров лист среднего размера у сливы джорджи лист намного больше чем у ягодные смузи ягодные смузи имеет яркий насыщенный цвет листьев особенно молодых растет точно так же на восточном солнце попадает солнце в первой половине дня и рассеянная тень всю остальную часть дня а это сорт королевский пурпурный все лето его лист насыщенного пурпурного цвета лист крупный кустик рыхлый не наращивает массу очень слабо наращивает массу очень капризный во время дождей 2 из 3 кустиков у меня пропали но очень эффектно красивый сорт имеет характерный такой шелковый блеск на листьях и слегка заметные темные прожилки а а а